В тройном убийстве обвиняются двое молодых жителей посёлка Горин Солнечного района. Они расправили с 45-летним хозяином квартиры и двумя его приятелями. Трагедия произошла из-за смехотворного 100-рублевого долга. Это была компенсация, которую потерпевший должен был выплатить 17-летнему односельчанину. Юноша купил у мужчины телефон, но мобильный оказался краденым. Устройство пришлось вернуть законному владельцу. Покупатель потребовал возместить ущерб, но срок расчёта всё время откладывался. Тогда тинейджер, который уже был судим за побои, отправился к должнику домой, взяв в качестве силовой поддержки своего только что вернувшегося из армии друга. Хозяин квартиры сказал, что денег сейчас нет. В ответ мужчина был жестоко избит. Ему проломили голову элементом кухонного гарнитура. Пострадавший скончался на месте. Избиение наблюдали двое приятелей мужчины, которые пьянствовали у него дома. В расправу они не вмешивались из-за опасений за собственное здоровье. Когда убийцы ушли, собутыльники вздохнули с облегчением. Но через 20 минут нападавшие вернулись. Свидетелями преступления стали два гостя хозяина жилья, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. С целью сокрытия следов преступления злоумышленники жестоко их избили, а затем задушили. После совершения преступления обвиняемые уехали в город Комсомольск-на-Амуре. Перед отъездом в город подельники попросили знакомую утопить окровавленную одежду в озере. В городе юности подозреваемые пробыли недолго. Через несколько дней они решили вернуться в родной поселок и сдаться с повинной. Перед походом в полицию зашли домой, где и были схвачены оперативниками. Свою вину юноши полностью признали. За убийство троих человек молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. С места происшествия Кирилл Новиков, Анастасия Кузьмина и Иван Яковлев.